Я рад приветствовать вас на канале Интересные Истории на любой вкус. Желаю вам приятного просмотра. Однажды егерь возвращался домой. В лесу он повстречал мужчину с его деревни, который собирал грибы. Он тоже возвращался домой с полной корзинкой. Они шли по лесной дороге и разговаривали. Вдруг егерь увидел недалеко волка, который стоял и смотрел на них. Но не убегал. Попутчик егеря сказал, пойдем, пускай идет он, куда ему нужно. Но опытный егерь сказал, один волк стороной оббегал бы нас сейчас. А этот стоит на месте. Он сделал несколько шагов в сторону волка. Волк оскалился и зарычал. Потом начал пытаться убегать, но что-то держало его на этом месте. Егерь понял, что волк попал в капкан. Пойдем, подойдем ближе, сказал он к грибнику. И они приблизились к волку, который пытался вырваться из капкана. Но у него не получалось. Егерь смотрел по сторонам. Что-то искал. И вот он поднимает с земли то, что искал. В руках у него был толстый сок дерева, на конце которого раздваивался. И получалась рогатина. Егерь подошел к волку. А грибник не мог понять, что хочет сделать егерь. И только наблюдал за ним. Волк кусал рогатину. А егерь что-то выжидал. И вдруг резким движением егерь прижал волка за шею к земле, воткнув рогатину в землю. Волк пытался вырваться. Но егерь сильно держал рогатина и дикого зверя. Тогда только егерь рассмотрел, что это была молодая волчица. Помоги, брат. Разожми капкан. Попросил он своего попутчика. Грибник осторожно подошел к волчице и присел на корточки. Он ухватился двумя руками за капкан и разжал его. Волчица освободила свою лапу. Видно было, что она очень покалечена. Видно тогда, когда она хотела вырваться из него. — Отходи, — сказал егерь. Мужчина отошел от волчицы. А егерь резко убрал рогатину и отскочил на несколько метров. Волчица думала, что и пришел конец. Но тут резко ее освободили. Она бросилась бежать. Мужчины заметили, что она сильно хромает. Волчица отбежала и остановилась. Она оглянулась, не преследует ли ее. Волчица увидела, что мужчины и не собираются преследовать ее. Стала принюхиваться. Она наблюдала, как мужчины спокойно направили к дороге. Видно, она запоминала своих спасителей. После этой истории прошло немало времени. Егерь жил на краю деревни, возле самого леса. Однажды утром егерь вышел из дома и услышал какие-то непонятные звуки. Они доносились из-за сарая. Егерь осторожно подошел к сараю и заглянул за него. Он был удивлен увиденному. Там было трое волчат, а рядом с ними стояла волчица. Она вела себя спокойно и только принюхивалась. Егерь увидел, что одна из передних лап волчицы была искривлена. Видно, плохо срослась после перелома. И тут он вспомнил историю, когда они освободили тогда еще молодую волчицу из капкана. Неужели это та волчица, подумал егерь. Он все понял. Волчица с покалеченной лапой плохо охотится. И добыча с легкостью от нее уходит. А с волком-самцом, видно, что-то случилось. Может, браконьеры подстрелили, а она не может прокормить свое потомство. И она пришла в деревню. По запаху нашла егеря, чтобы он снова помог ей. Но теперь прокормить ее потомство. Егерь сходил в дом и наложил в тарелку еды. Вернулся к сараю и поставил ее возле угла. А сам направился в сарай. В сарае он оборудовал место для ночлега волчьего семейства. В углу он положил охапку сена. А на него положил старую куртку. Когда он вышел, то увидел, что волчица съела все, что он ей положил. Она смотрела на егеря и облизывалась. Понравилось? Это хорошо. В сарае я вам место оборудовал. Так что располагайтесь. А мне на работу пора, сказал егерь и пошел собираться. Вернувшись с работы, егерь увидел, что волчица с волчатами хорошо устроились в сарае. Вот и хорошо, сказал егерь и стал снова кормить волчицу. Шло время. Волчата выросли. И однажды они всем семейством ушли в лес. Конечно же, у егеря щемило сердце. Но он понимал, что так должно быть. Теперь волчата будут кормить свою мать. И она не умрет от голода. Вот такая вот история. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, и вы не пропустите очередные рассказы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!